Издательство Бомбора. Океан книг. Елена Чернышева. Энергия цели. Как построить бизнес, жить с удовольствием, заботиться о себе и ничем не жертвовать. Предисловие. Женщины, которые сегодня думают о бизнесе, часто полагают, что своё дело — это сложно. Многие считают, что для успешного старта нужно непременно иметь что-то выдающееся — способности, влиятельных друзей, гениальную идею, щедрого инвестора или начальный капитал. Я же убедилась, что главное препятствие для женщин на пути к своему делу, самореализации и настоящему счастью — это ошибочные стереотипы, которые нам с детства внушают отовсюду. Слышали, например, такое? Ну, зачем тебе бизнес? Найди хорошего мужа, займись домом, детьми и будь счастлива. Если женщина успешна в бизнесе, значит, она не заботится о семье и упускает воспитание детей. Хочешь свой бизнес? Ты что? Тебя же порвут, растопчат и уничтожат. Вот. Не женское это дело, особенно в нашей стране. Женщины-бизнесмены — это безжалостные роботы. Они думают только о деньгах, манипулируют людьми, используют их. Не будь такой. Чтобы женщине построить бизнес, нужно многим пожертвовать. Забыть про семью, отдых, удовольствие. Только работа, работа и работа. Похожие слова я слышала десятки, если не сотни раз. И от мужчин, и от женщин. Но если вы мечтаете о своем деле, я скажу вам одно. Можно. Женщине можно создать и вести свой бизнес, быть успешной и при этом ничем не жертвовать. Можно управлять компанией сотней сотрудников и в то же время иметь счастливую семью и уделять время близким. Можно разбираться в логистике и финансах и в то же время быть чуткой и душевной, вызывать уважение коллектива и восхищение коллег. Можно вести свое дело и регулярно путешествовать, общаться, учиться, заниматься спортом, радовать себя и близких. И все это возможно во вполне обычном бизнесе и не требует никаких экстраординарных способностей. Как к этому прийти? Меня часто об этом спрашивают. Но согласитесь, если бы на вопрос, как стать успешным и счастливым, был простой ответ, все были бы миллионерами. В нескольких фразах этого не расскажешь. Мой ответ — это книга. Больше всего я не хотела бы пополнить ряды авторов мотивационной литературы с растиражированной моралью «поверь в себя, иди к цели, сожми кулаки, и все получится». Да, я верю, что человек может все то, что по-настоящему захочет, и поставит себе целью. Но сюрприз — не все сразу. Большой путь начинается с маленьких шагов. Удивительно, но сегодня в России женщине легче создать бизнес, чем мужчине. Нам не стыдно быть слабыми, подойти, спросить, обратиться за помощью. Если нас настигает неудача, мы нормально к этому относимся. Делаем выводы, собираемся силами и начинаем снова. Мужчина же в нашей культуре непременно должен выглядеть победителем, героем. А быть независимым и сильным с одной стороны и уметь выстраивать хорошие отношения в коллективе с другой — это зачастую противоположные вещи. Поэтому мужчинам даже сложнее. К тому же нас, женщин, меньше привлекают официальный статус и его символы. Мы больше стремимся налаживать отношения, сотрудничать, а не вступать в борьбу за высокие должности, просторные кабинеты и единоличный успех. И, наконец, женщины более разносторонние. Мы умеем и то, и другое, и третье. К примеру, вчера в офисе отключили электричество, и мне пришлось вовлекаться в вопрос установки генераторов. Не моя сфера, но и здесь я в чем-то помогла. Мы можем решать многое, от лучшего распределения задач в коллективе до цвета формы сотрудников. У мужчин традиционно более узкая специализация. Им сложнее ориентироваться в широком круге вопросов, принимать решения и высказываться, не боясь показаться некомпетентными. Поэтому то, что вы женщина, фактически увеличивает ваши шансы создать успешное дело, а не уменьшает их, как многие пытаются нас убедить. Еще одна причина познакомиться с этой книгой — понять, как основателю взаимодействовать с коллективом и выстраивать работу с людьми. Если бы такая книга попала мне в руки лет 10 назад, это бы очень помогло. Обычно книги для предпринимателей затрагивают либо основателя бизнеса, либо построение команды. В реальности эти процессы идут одновременно и нераздельно. Вы меняете себя, появляются люди, которых вы притягиваете и отбираете. И потом возникает химия, меняетесь вы, меняется коллектив. И происходящее в нем влияет на все в бизнесе, включая вас лично. Я рассказываю, как взаимодействовать с людьми по мере роста бизнеса. Однажды у вас настанет момент, когда придется принимать болезненные и непопулярные решения, и важно вовремя и правильно это сделать. Даже если вы не планируете создавать бизнес, эту книгу полезно послушать, чтобы понять, как думает руководитель, когда он подбирает и продвигает сотрудников. А если планируете, книга даст возможность примерить на себя позицию женщины-основателя, лидера, заглянуть внутрь ее головы и подумать, нужен ли вам весь этот ворох проблем. Предпринимательство подходит не для всех. Быть классным специалистом и работать по найму — это тоже отличный вариант для многих. Я начала работу над книгой, потому что хочу развиваться сама и создавать условия для развития других. Поэтому если вы после ее прослушивания станете делать что-то по-новому, достигать лучших результатов и получать больше удовольствия, я посчитаю мою задачу выполненной. Все большое начинается с малого. Многие крупные бизнесы стартовали в гараже. Не стесняйтесь начать с чего-то небольшого. Важно не то, насколько дорого вы одеты, на какой машине ездите и какая у вас должность, а насколько внимательно вы прислушиваетесь к людям и искренне хотите им помочь. Буду рада получить ваши впечатления, ваши истории. Пишите мне на почту, заходите на сайт, задавайте вопросы. До встречи! Елена Чернышева Пишите еленасобачка еленачернышева.ру Заходите на сайт еленачернышева.ру Глава первая Продлить реальность Я так рада тебя видеть. Утро понедельника, 8.45. Я паркую белую ауди ТТ на стоянке офиса, где уже стоит десяток машин. И столько же у склада неподалёку. Склад работает по сменам, ночная уже ушла. Вторая начала работу с 8 утра, а третья придёт к 16.00 и будет работать до полуночи. Ночью и утром на складе идёт погрузка фур. Днём они развозят нашу продукцию, хостовары, по торговым сетям и магазинам Центральной России. Мы производим то, что нужно в каждом доме. Губки, салфетки, пакеты для завтраков, фольгу, пергамент и сотни полезных мелочей, о которых хозяйки вспоминают, лишь когда эти мелочи внезапно заканчиваются. Я захожу в двухэтажное новое здание. Сначала мы хотели сделать на первом этаже много кабинетов, но потом решили, что оставим пространство открытым. Пока шло строительство, мы работали в деревянном бараке, сидели за одним длинным столом, и это было весело. Чтобы сохранить эту атмосферу, на первом этаже нового офиса мы поставили рабочие столы в едином пространстве. У входа диван, столик с документами для водителей и переговорные. А на втором этаже — бухгалтерия и отдел закупок. Рабочий день в офисе начинается в девять, но многие приходят раньше, чтобы выпить кофе и подготовиться ко встречам и звонкам. С утра здесь немноголюдно, торговые представители уже в полях. Они соберутся ближе к вечеру. Тогда и пойдут разговоры, обмен новостями, шутки. Бывает, что люди не расходятся допоздна. Им нравится проводить время вместе. А сейчас — самая работа. Девочки со мной здороваются, и вот моя фишка. С утра говорить каждому коллеге, «Я так рада тебя видеть». Сначала они смущались, некоторые краснели, третьи спрашивали, «Что-то случилось? Почему ты мне так говоришь?» «Потому что я и правда рада тебя видеть», отвечала я с улыбкой. И видела, что людям становится очень приятно от этих слов. Они улыбаются мне в ответ. И работа с таким настроением идёт лучше. Почему я начала это говорить? Я много читаю и неоднократно натыкалась на исследования, как важно хвалить людей и говорить им приятное. У нас же в стране принято наоборот. Мы очень хмурые, суровые. И привыкли, придя на работу, напустить на себя озабоченный серьёзный вид, коротко кивнуть коллегам, мимоходом, мол, у меня полно важных и срочных дел. Ну, вспомните, часто ли вам говорил начальник, как он рад вас видеть? То-то. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...